Здравствуйте, дорогие зрители! Ага, привет-привет! Ой, что я вам хочу сказать, вот везде собачий холод, а у нас так и жарко. Да вы шо? Да, у нас сплетни самые жаркие и горячие. Ха-ха, и шо у вас происходит? У нас холодно. У них, у них происходит. А у них? Ну, начнем с любимой нашей певицы Бьонсе. Да, новость как бы несколько устаревшая, еще, так сказать, ноябрьско-декабрьско, но все равно интересная, смачная такая новостишка. В общем, девушка у нас ездила в Египет. В Египет, понятно. Решила посетить пирамиды, вот. Ну, сами понимаете, какой же культурный человек не был в Египте и не видел пирамиды. Вот она тоже решила. Главное, чтобы туда не похоронили, а так видеть можно. Не-не-не, похоронить там вообще, она сама кого хуже похоронить, я чувствую. Ну вот, и его там встретил бывший министр по делам древности. Он, в общем, считается ведущим археологом по египетской археологии, по египетским древностям, по этим, он этим делом занимается. Ну, да, я его видела в мумии. А, в мумии ты его видела? Не-не, ну, наверное, после встречи с Бьонсом он таки мумифицировался от злости. А вот, ну и что ты думаешь? Они договорились, она должна была приехать в три часа. Она, естественно, опоздала. Она задержалась. Да, потому что какая же знаменитость пребывает в углу? Ты мне назови таких людей, я буду очень долго смеяться. Ага. Ну вот, она и опоздала, естественно. А что такое? А что такое? Да, а он обиделся, он сказал, что, какой ужас. Вот, и вообще, все знаменитости очень приятные люди, говорит, я со многими делами имел. Но эта дама, это же просто кошмар. И ужас. Ну вот, а кроме того, еще, понимаешь, чего? Он ее попросил извиниться. Ну? А она ему на это дело ничего не сказала, только посмотрела со значением. Внимательно так это. Внимательно. А в глазах, видимо, было выражение, что пошел бы ты. Ну, скорее всего, так и было. Вот. И там же еще что было? Значит, у них там при этих пирамидах фотографы, да? Ну, они этим корняются. Они вот, если там заменить... Кушать-то надо людям. Да, они это все продают потом. Ну, нормально. А она запретила снимать ее, потому что у нее свой фотограф, и вот только он должен снимать, и потом эти фотографии распространять. Ага. Здесь, видишь, то, что она опоздала, они еще стерпели как-то. Ага. Но когда она наступила им на кошелек... О-о-о, это самое больное место у народа. Да, особенно для арабского. Да. Короче говоря, этот самый экс-министр обозвал ее дуроч. Ух ты! Ушел. Он что, ненормальный? Негритянку дурой? Дурой, говорит, и все. Кошмар. Нет, ну, сама понимаешь, ну, негритянку дурой, да, это, конечно, сильно, но он там мусульманин, поэтому-то ничего. А, ну да, ему можно, он толерантный. Он на них политкорректность, она не распространяется, что как белых можно мордой об стол стучать. Ага, ну да, да, да. Ты правой, ты опять права. Ну, вот такое вот дело. В общем, салдура и все. Она сама скандал не комментирует, потому что, видимо, понимаешь, что сказать ей особо нечего. Ну, кроме того, она же звезда. Да. Во-первых, ты звезда. А вот если ты рот раскроешь на этого товарища мусульманского, он тебе же скатит, что ты там это... Ну, иди знаешь, он тебе в этот рот засунет. Да, что ты не толерантная, что ты такая-сяка, что ты вообще имела намерение, значит, оскорбить всю религию в его лице. Ага, ага. И все арабы в его лице. Это понятное дело. Не, ну она сама, конечно, не киска-зайчик, знаешь, потому что вот сейчас я читала статью в мексиканской газетке в одной, да, и там описывалось, как она ездила на кастроли по Южной Америке. В Порто-Рико, Гондурас. Ну и как? Ну и вот, значит, требования. Ну, требования, но она звезда, в самом деле, да? Значит, так. Ну, звездит баба. Да, три помещения, больших очень помещения должны быть для отдыха, первое. Второе помещение для переодевания макияжа. И третье помещение для того, чтобы заниматься новорожденной дочкой. Ого! Она и дочку таскает? Ну и дочку таскает, конечно. Теперь смотри, значит, все это должно быть обито белой тканью. Должны висеть везде на всех окнах бархатные шторы. Сверху до низу такие, до полу. Белые, небось? Белые, белые, естественно, белые. Дальше. На полу должен лежать черный ковер. Слушай, бездна вкуса. А ты думала. А ты ж знаешь, как она одевается. Это же просто прелесть. Прелесть. Должны, значит, быть ароматизаторы всяких очень известных марок. Да вы шо? Да. А то придешь после концерта. Еще и диваны белые? Диваны белые тоже. Столы, столы, да. Столики боковые тоже белые. Охренеть. На них орхидеи белые. У нее что, пичка на белом цвете? Ну она черная, так белая. А, ну понятно. Потом, горшки с пальмами. Горшки с пальмами должны быть 8 футов. Что-то я не помню, сколько это. Ну, короче, 8 футов. А че, если будет 6, нельзя? Я вот тоже думаю. А че будет, если чуть-чуть не дорастут? Она че, она их измерять будет пальцами? Не знаю. Ну ладно, там про еду, понятно. Там минеральная вода специфической марки. А яблочный сок специфической марки. Там еда там всякая разная. Ну это ладно, это фикснее. Свездит девушка, по самой не могу. Ну она хоть за это платит? Ну, наверняка, я так думаю. А, ну тогда пусть звездит. Я к чему? Что звездить-то оно, конечно, красиво и безопасно. Но можно вообще и нарваться. Вот наша же вот любимая звездочка из предыдущих передач. Это что, Джастин, что ли? Да, она же вот уже практически закатилась. А че такое? Ой, там прелесть. Ну мы рассказывали, да, что он, значит, любит стенки измазать, изрисовать, что он, да, что, в общем, он как бы ведет не очень правильный образ жизни. А тут, смотрите, что, значит, его недавно в Америке, в Майами, арестовали. Значит, ссорили по улице, где ограничение движения 50 км в час. Катятся две машины, Ламборгини и Феррари. Со скоростью 100-120. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Да, полиция, естественно, их останавливает. И понимает, что два этих малолетних, там совершенно неадекватные сидят. Не то пьяные, не то обкуренные. Да, вы че? Но один из них Бибер. Его стали вытаскивать оттуда, он на ногах не стоял. Начал еще с полицейским там драться, перепираться. Его на анализ, естественно, поперли. Оказалось, что он курил. Он говорит, а это я в медицинских целях. Вау. Да. Вот, ну все, арест, естественно. Потом, значит, оказалось, что еще и права просрочены. Нормально. Выпустили под залог 2,5 тысячи долларов, да? Но, если ты думаешь, что все этим закончилось, то сильно ошибаешься. Американская общественность возмутилась до крайности. Все, и на сайте Белого дома петиция. Высылайте этого козла из нашей конюшни. Потому что он подает плохой пример вообще молодежи и вообще подвергает опасности американский народ. Ха-ха. Сто тысяч, сто тысяч уже набрано. Ого, и еще пару тысяч и вышлют нахрен. Да, запросто. Ну вот, и он уехал, он уехал, он уехал в Канаду, на родину. И там в Канаде ты не отличился, естественно. Побил шофера лимузина, бил его кулаком в затылок. Тот вышел из лимузина и вызвал полицию. Все. Правильно. Вот, вот на День Святого Валентина в суд явиться надо будет. Ну а в Канаде, в Канаде любят таких идиотов. Сядет, как миленький. Да, конечно, пусть посидит и успокоится, потому что вообще вы офигевшие абсолютно. Так вот его мама, да, она говорит, ребята, хороший же мальчик был, от Славы его испортила. Ну, мы уверим, да. Да. Да, да, да. Превратился в кусок Дрека. Ну, сглузду съехал и все такое прочее. Ну ладно, бог с ним. Вот, видишь, придурков их, конечно, много, но у нас тут другие новости. Ну. У нас Джон Депп обручился с Эмбер Хёрд. А это кто? Кто это? Ага. Кто такой Джон Депп, ты знаешь, да? Что-то слышала. Ты поразительно образованная очень. Я жутко образованная, да, да. Я, кто такой Эмбер Хёрд заслужила, да? Ну, это актриска такая малоизвестная. Они с ней познакомились на съемках фильма. Ну, в общем, если бы не Джон Депп, кто бы про нее там знал чего. Но дело не в этом. А дело в том, что они таки действительно, видимо, обручились, потому что папарацци подловили девушку, выходящую из ресторана, с огромным кольцовым бриллиантовым на пальцах. Ну, да. Который она пыталась прикрыть всячески. Но кто-то там извернулся и даже успел сфотографироваться. Вау. Вот. Ну, ладно. Бог с ними. Они, а, кстати, они тут уже на золотом глобусе вместе были. Он стал публичным, он могить везде. Да, прошелкивает девушку. Да, да. Но она у него такая странноватая баба. Она всем тут рассказывала, что она бисексуалка. Она до этого жила с какой-то дамой. Ой, Господи, Джонни он сам прибыл. Ну, да. С такими... Ну, он сам уловил Боздикова в голове. Слишком много набит. Вот. Значит, у нее дама предыдущая была с Гавайев. Какая-то фотографша, короче говоря. Ну, ладно, не в этом дело. А дело-то вот в чем. Знаешь, как он объяснил, почему он на Ванессе Параде не женился? Да. Ухохотаться. Да. Ну, логично. Она говорит, во-первых, она не просила. Ага. Знаешь. Если, говорит, она попросила, я бы, конечно, про это подумал. Ага. А во-вторых, говорит, у нее такая красивая фамилия. Это один. Что мне не хотелось ее портить. А. Своей неблагозвучной фамилией Депп. Ну, да. Ну, да, конечно. А детишкам он свою фамилию дал или они тоже на маминой? Ну, наверное, дал. Я как-то вот... Кстати, вот, кстати, об этом я как-то не подумала. А вот надо узнать. А вот надо узнать. Интересно. Узнаем, узнаем, узнаем. Почему? Это же очень интересно, действительно. О, еще одна новость про нашего любимца. Ну? Про Арни нашего. Солнышко наше черное. Арни Шварценеггер наш. Зайка. А что, люблю я его? Молодец. Что, я его тоже люблю? Так вот, он недолго переживал все свои эти скандалы. Ага. И, наконец, появился на публике снова и возлюбленный. Да. Зовут девушку Хизер. Она не актриса, она физиотерапеута. Она его заодно и лечит. Я тоже про это подумала, что он как-то предусмотрительный мужик. А он всегда был предусмотрительный мужик. После этого жуткого скандала, когда оказалось, что у него небрачный ребенок от одной из... Служанок. Служанок в доме. Ну, вот там же была жена его Мария. Почему нет, в конце концов? Нет, ну, в конце концов... Мужик же он, блин. Ну, да. Если все не возражаются, то почему бы нет. Ну, жена, конечно, обиделась. Но сейчас он со своей этой... С Марией, он с ней в хороших отношениях. Они вместе занимаются своими детьми общими. Но они не разведены. Вот в том-то себе пикантной ситуации. О, Господи. Ну, Мария стала страшной, как смертный грех. Ну, она и с молодой-то была неактивна. Ну, она была хотя бы молодая. Слушай, не надо. Ты хочешь сказать, что Шон Пен завел роман не меньше, не больше, как Шарлиз Терон? Да. Э? Да. И сейчас чего-то активно стали фотографировать вместе. Так, интересный фокус. Зачем Шарлиз, этот старый пьяница? Ну, может, она его за муки полюбила, знаешь, как называется. А он ее за сострадание к ним. А как же Мадонна? А у Мадонны новый, молодой, красивый. Очередной ебанат. Слушай, вообще это называется, это все серии красавица и чудовище. И красавица и чудовище. Потому что Мадонна, она вообще, она страшна стала. Вот им шумно, хорошо бы вместе. Они так друг другу соответствуют. Ну, ежели бы вместе, пугались бы с утра. Так проснулся, глаза раскрыл, посмотрел на партнера и в обморок. Или наоборот, проснулся уже, не заснул никогда. А Шарлиз, да. Ну, он, конечно, он мужик талантливый. Что я могу сказать? Он актер замечательный. Он режиссер очень хороший. Который ничем не хуже. Ах, вот режиссер. Ну, он неплохой, неплохой. Но главное то, что у него уже в башке. Он же социалист долбанутый. Ну, она тоже, кстати. Ну, я про нее, кстати, не очень-то в курсе, что... Она тоже социалистка. Ну, он вообще, он конченый социалист. Почему, понимаешь, вот я че злюсь-то все время, да, когда они начинают эти голливудские знаменицы, начинают орать. Больше социализма, больше ада, да? А, пример Советского Союза им, как это, поперек не встал еще? Не-не-не, я предлагаю так. В Венесуэлу и год пожить. А, да. Как обычные венесуэльцы. Да. На Кубу и, как обычные кубинцы, по карточкам курицу раз в месяц. Да-да-да. В бумаге. Или, ну, где там еще... А, в Северной Корее еще очень здорово. О, в Северной... Вот, вот, вот. В Северной Корее самое то. Вот это квитэссенция. Вот я поэтому говорю, что не черт, а тут в Голливуде, извини меня, портит свою жизнь пьянками-гулянками, кокаином, да? Да, богатством. Иди туда нафиг, пожертвуй Корее денежки, живи. И покажи, как классно... В словном социализме. Да. Как классно вообще щипать травку свеженькую на полях. Ой. Я хочу сказать, что подписывайтесь на наш канал, пожалуйста. Будет интерес. Ну, все. Пока-пока. Хорошо.